Друзья, привет! С вами Флок. Вы просили посмотреть новое видео от Айран. Так, как кей-поп породил уродливый феном фанатизма. А, это вот просто сцены и так далее, да, фан-культуру, как они вот такие бешеные. Я понял. Ну, давайте смотреть, погнали. За эту награду я хотел бы поблагодарить своих фанатов. Нашими успехами мы обязаны нашим фанатам. Пожалуй, это то, что можно услышать от корейских знаменитостей чаще всего. И это не просто лестные слова. Фан-клубы формируются вокруг любых заметных личностей, но прежде всего в Южной Корее это модели, айдолы и актеры. Фанаты на самом деле берут на себя множество обязательств по продвижению своих фанатов. А сколько у нее это видео набрало? Ну, оно, в принципе, довольно популярным, да, у нее стало. Но вся эта зависимость артистов от фан-клубов, от поклонников, от своих кумиров породила такое уродливое явление, как сосенство. Ну, она ненормальная у них там, да, это вот ситуация. Они ищут внимания через членовредительства. Они устраивают тотальную слежку, продают и покупают личную информацию. Они устанавливают скрытые камеры, делают приватные фото, летают одними рейсами и проникают в дома. Вот это дичь конкретная, да, вот это фото прям вообще, где в окне, ну, в двери она там прям была. И вот вам кусочек интервью с бывшим сосен-фанатом BTS. Так надо летать чатными рейсами. Сосенство, да, оно сродни фанатизм... Ближе к народу, а это не про Корею. При этом индивидуальные черты и какой-то, знаете, такой... Да дави их на... Раздвиглись, ё-моё. Быстро охватило Азию и теперь с распространением кей-попа и халю расползлось на весь мир. Как говорят мы-то... С какой-то стороны это жёсткая страна, да, вот, ну, с какой-то она прям слишком мягкая вот с таким фанатом. Сотни из них следуют за артистом каждый божий день. И проблема, по которой этот феномен не поддаётся достаточному законодательному урегулированию, заключается в том, что грани между хорошим и плохим фанатом практически нет. Но если я скажу, что именно кей-поп взрастил в сасэн поклонников, и прошли десятки лет, прежде чем фанатов стали считать преступниками... Термин сасэн фэн проистекает от корейского слова са в значении приватный, сэн в значении жизнь и фэн от английского фанат. Принято считать, что истоки сасэнства лежат ещё в 90-х. Но я бы начала с ещё более далёких 60-х, когда фан-клубов и айдол-культуры, как таковых, даже не существовало. Зато... Ну, там артисты, да, обычные? ОПАПУДРИМТОР Отряды ОПЫ Связаны эти первые формирования поклонников с пьюдом соперничества двух популярных на тот момент исполнителей. Это Намджин. А это Нахуна. Я уже о нём как-то рассказывала. Отряды поклонников двух этих артистов и просто стали чуть ли не первыми такими подобными артистами, ну и положили начало противостояния, которое нынче мы называем межфандомными воинами, прикиньте. У Намджина на тот момент было редкое число и отряды ОПЫ организовывались как раз таки не сами с тобой, а менеджментом артистов. Задача отрядов была очень важная. Во-первых, это поддержка ОПЫ на всех выступлениях овациями. Во-вторых, обязательные цветочные букеты. И третье, торжественные пикеты с табличками по типу «Наш ОПА лучше всех». И это было только начало. Его ждёт большой успех? Он начинал как гитарист и благодаря своему музыкальному таланту собрал вокруг себя максимально преданную аудиторию. Он входит в число тех, кто получил президентский орден за культурные заслуги. Да, это тот самый орден, которого удостоен, ну, во-первых, Лисуман, основатель SM Entertainment, Сай, ОПА Каннон Стайл. И, конечно же, мальчишки BTS, за огромный вклад в популяризацию корейской культуры во всём мире. И вот вам просто интересный факт. Несмотря на юность BTS, средний возраст всех получивших этот орден составляет 67 лет, чтоб вы понимали. А самому Чи Йон Пилю сейчас уже за 70. Когда Чи Йон Пиля в 2018-м спросили, кого из современных артистов он слушает, он назвал EXO, BTS и Big Ben. В принципе, он сказал, что он следит за многими артистами, смотрит их клипы и выступления на YouTube. И также он отметил их таланты и внешность, даже пошутил. Говорит, глядя на айдолов, я чувствую облегчение. Если бы я устраивал промоушены сейчас, как один из них, я бы не добился успеха. Мой уровень внешности не дотягивает до их планки. Дети нынче слишком красивые. Да, так он и сказал. Несмотря на такую самоиронию, фанаты Чо Йон Пиля по-прежнему ждут его выступлений. Музыку слушают люди всех возрастов. А сам артист еще в 2018-м провел концертный тур по всей Корее. Когда в 2013-м году он выпустил свой 19-й уже альбом. Назывался он Hello. Блин, кстати, я тут почему-то, я не знаю, мне вот это вот напомнило чем-то Butter, масло от BTS. Ну, короче, вот это вот. Я не знаю, чем, но вообще напомнило. Да. Трансляция, на которой я час просидел. В итоге я думал, что какую-то там, ну, что-то покажут, потому что там весь ролик, да, который длился час. То есть, это как бы трансляция была, масло таяло, все дела потом вновь, сердечко превратилось. Ну, вы, наверное, все это видели. Но я ожидал, как будто бы там сейчас вот эта вот занавес там этот уйдет, и там как будто ребята готовят там что-то они делали. И такие, опа, мы приготовили, теперь будем хомячить. А в итоге нет. В итоге это будет камбэк, который называется масло. Выходит он то ли 22-го, то ли 25-го. Я точно не помню, но я думаю, вы знаете. Да и я, в принципе, тоже знаю, вот, когда он выйдет. Просто я не помню. Так что это новый камбэк. Называется он масло. Это круто. Да, будем ждать. Назывался он Hello. Он дебютировал на первом месте в музыкальных чартах, затмив джентльмен Асайя. На секундочку. Он дебютировал на первом месте в музыкальном месте в музыкальном месте. Возвращаясь к истории, первое объединение поклонников через интернет связывается... Друзья, я вас попрошу вот этот трек «Мона Лиза» написать в комментариях, потому что я к окончанию этого видео, я забуду про него. А вот послушать я его хочу. Так что прошу вас, напишите этот трек в комментариях. Возвращаясь к истории, первое объединение поклонников через интернет связывается все-таки с успехом SOTE G&BOYS в 90-х. А, вот это я помню. Это они? Это это? Нео, да? Вот эта вот песня. А, не, про кота Неро. Вот этот вот. Отсюда же исполнитель-то. Неро, Неро, Неро. Вот этот. Я ее еще слушал очень долго, она у меня в аудиозаписях есть. H.O.T. И еще Chex Kiss. Такой стиль был у всех, такой прям... Самих же этих артистов принято считать айдолами первого поколения, если кто-то не знал. В то время объединившиеся поклонники впервые стали самопровозглашать себя официальными фан-клубами. Просто бери в таком виде ингар и поехал на лыжах. Все это подтолкнуло фан-культуру к еще большему развитию. Артисты получили цветовые обозначения. Появились индивидуальные атрибуты фан-поддержки для каждого фан-клуба. Кстати, про родителями лайтстиков, которые сейчас нам всем хорошо известны были обычные... Нифига, так много. Офигеть, как много. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Офигеть. В это Эксо. А какой самый классный. Так. Мед какой-то. Хани какой-нибудь. Ну, вот этот прикольный. Ну, Эксо, да, прикольненький. Ну, они такие нелепые все. Это битово вообще, смотрите, да? Хорошо известны были обычные воздушные шарики определенного цвета, которыми наполнялся зал благодаря фанатам. И так они показывали свою принадлежность к какому-либо фан-клубу. Также фанаты стали выступать в роли добровольцев-волонтеров, вкладывающихся в благо своего артиста, продвигая его, защищая его, заботясь о его имидже. Вот серьезно, они только делают для страны, а что-то будет не то маленько, да, какой-нибудь один, допустим, исполнитель, и все, его таким, блин, польет. И совершали крупные пожертвования от имени своих клубов. Я, походу, опять прошепеляю. Я отметила одно из корейских экономических изданий, кажется, это было в 2012 году. Дословно, девушки, что раньше могли только выкрикивать «Опа!», теперь имеют власть над «Опой!». Да, в той статье говорилось о мощи фан-клубов, которые активно влияют на имидж артистов, теперь диктуя им свои правила. Таким образом, фан-деятельность и вышла за пределы просто «люблю-люблю» и потребление музыки, достигнула какой-то, знаете, такой точки помощи. Отец моего ребенка, от фан-клубов напрямую музыку. Ты мой любимый человек, а все дела. В то время как члены фан-клуба зачастую не просто дарят свою любовь и поддержку без бухи, но посвящая сотни часов своей жизни продвижению любимого кумира, но и тратят крупные суммы денег ради обеспечения его высоких продаж и коммерческой успешности. Отсюда и возникает такая сильная зависимость артиста от настроения фан-клуба, а у фан-клуба собственническое отношение к своему кумиру. Хорошо это, плохо, не знаю, судите сами, но без поддержки фан-клуба артист в Южной Корее обречен на провал. Но и наоборот, чем слаженнее работа фан-клуба, чем он больше, тем знаменитее знаменитость. В принципе, это актуально для артистов во всем мире, но именно кип-поп фан-клуба имеет высшую степень организации, а в их деятельность входит целый мешок обязанностей. Артист, который хочет выжить, помимо творчества, имеет еще одну важную задачу – расположить к себе и как можно крепче привязать свою аудиторию всеми способами. И вот, да, здравствует фан-сервис, флирт с поклонниками, идеальный облик, характер, там, не знаю, незапятнанное прошлое, конечно же, клятва вечно искренней любви к фанатам, и толпа одержимых до дури влюбленных поклонников, готовых на все и даже больше. Но как фан-культура Южной Кореи обревает черты современного ССН-ства? А я вам и сейчас расскажу. Давайте вернемся в 90-е годы. Все же тогда интернет еще не получил такого повсеместного распространения, он был медленным и дорогим, а Республика Корея только встала на путь выхода из экономического кризиса, поэтому использование ПК для многих людей, ну, скажем так, было роскошью. Так фанаты стали стекаться под общежитие артистов, чтобы делиться последними новостями, проводить вместе время и надеяться на личную встречу со своим кумиром, что очень досаждало, кстати, местным жителям. Как к таким паломничествам относились сами артисты? Чекскис, как говорят, часто сбегали от фанатов, а иногда даже вызвали полицию, чтобы разогнать толпу. Некоторым из айдолов приходилось пробираться в свои дома, корябкаясь, корябкаясь, карабкаясь через стену. Но по большей мере агентства и сами артисты зачастую бездействовали. Так что это сейчас карауи фанатов стали считаться преступлением. А тогда артисты в условиях отсутствия социальных сетей в основном находили трогательным факт того, что фанаты так сильно хотят увидеться с ними. Это новостной сюжет 90-х. Он был опубликован не так давно из архивов. Так вот, только теперь здесь появились эти подписи, приписочки с уточнением, что на кадрах мы видим не фанатов, а сосен. На тот же момент все эти подростки, а порой и вполне себе даже взрослые, воспринимались как фан-клуб. Над различием между фанатами общество задумается позже. Но во всей этой толпе уже тогда кое-кто выделялся. Парочка активистов, кто по сути выступал лидером со стороны фанатов. Ходил по пятам за артистом и по сути был агрегатором всех новостей. Это сейчас их называют сосенами. А тогда многие из них, вероятно, были даже президентами фан-клубов, нет? И были очень важны для артистов по ряду причин. Менеджмент некоторых знаменитостей организовывал деятельность фан-клубов посредством сообщений на телефон. Артисты, кто был не в состоянии позволить себе подобных расходов, полагался на инициативу лидеров своего фан-клуба. Но это не все причины. Для молодых артистов единственным способом заполучить внимание и обсуждение среди людей были интервью для прессы и так называемые чирощи. В Корее этим японским словом чирощи называют желтую прессу. В 90-е такие третисортные издания опубликовали сплетни и слухи о знаменитостях. И были достаточно востребованы, выходили там раз в месяц или раз в пару недель. По просьбе этих журналов члены фан-клуба сами предоставляли информацию на желтые странички. И да, чаще всего это было что-то типа чест-слово. Сам видим, все так и было. Но артистам, что нуждались в продвижении, только и оставалось рассчитывать на то, что его фанаты сами найдут повод для сплетен и создадут темы для обсуждений в чирощи. И дай бог, что это будет что-то хорошее. Так что такое взаимодействие было выгодным для всех сторон. Это по сути и поощряло наличие одного-двух таких, как бы сейчас уже называемых сосен фанатов, которые в то время были залогом успешности артиста. И многие артисты не только радушно приветствовали таких поклонников у дверей своих домов, но и поощряли их деятельность через напитки и угощения. Прикармливали, так сказать, вкусняшками и вниманием. Говорят, даже были определенные правила поведения фанатов в общежитии. Ждите снаружи, не заходите в дом, не фотографируйте, не толпитесь, не задерживайте артиста и не касайтесь. Ну, когда-то помогали эти правила, что ли? Но! В 1998 году певец Ким Чан Ван, и актер он еще, да, заявил, что уже 11 лет его преследует некий человек и потребовал судебного наказания, на что суд отклонил его обращение. Они сказали, это как-то грубо. Да, я не знаю, что. Но разного рода признания, связанные с преследованием знаменитостей, стали появляться все чаще. В 90-х закон о преследователях был принят во всех штатах Америки. Такая тенденция наблюдалась во многих странах. В итоге преследователи переросли в социальную проблему. Просьбу Ким Чан Вана удовлетворили. Так появился закон против сталкеров. А естественное существование сосенов стало каким-то противоречивым, что ли? Ибо непонятно вообще, где грань, когда драгоценный, важный такой фанат по новым законам превращается в неугодного преступника. Но все же, этот закон и освоение интернета тогда практически полностью искоренили сосенство. Никто не хотел подставляться и предоставлять частные слухи об артистах на желтой страничке чирощи. Журналы, естественно, пришли в упадок, почти все закрылись. А деятельность фанатов стала переезжать в онлайн-сообщество. В первое время, кстати, онлайн-фан-клубы не приносили такой пользы, как те, что собирались вокруг айдолов офлайн, а зачастую даже доставляли какие-то неприятности. Например, фан-сайты загружали музыку кумиров, ну там или фильмы и всякое прочее. И этому было сложно препятствовать, потому что законодательно авторское право в интернете тогда было, ну таким, слабеньким. Но мощь онлайн-фан-клубов, конечно же, росла, росла. В 99-м году появился очень удобный сервис, где артисты регистрировали специальные фан-клубы, сами делились новостями, общались с фанатами, в общем, организовывали их офлайн-активность. Этот сервис существует до сих пор и называется он фан-кафе. Но тогда это было нечто новое и в отличие от офлайн, онлайн-сообществами было проще управлять. Таким образом, к 2000-м годам контроль личной жизни артистов в реальной жизни постепенненько ослаб. Ненадолго, потому что 2000-е породили реалити-шоу. Называлось оно «Дневник родителей ГАД». ГАД – это популярный бойбенд на стыке 90-х-2000-х. В шоу они заботились о малыше Хан Джимине. Как вы понимаете, крошка Джимине уже и не крошка вовсе. Но взаимодействие старожил ГАД с их приемным шоу-сыночком публика с радостью встречает до сих пор. Само шоу, как я полагаю, позже нашло новый облик в Hello Baby. А может быть и нет. Кстати, еще в родительских дневниках ГАД звездные отцы распределяли обязанности в группе. Таким образом, что Пак Джунхен стал папочкой, а Сунхен мамочкой. Так что манера придумывать неофициальные позиции родителям среди мемберов прибились в фан-культуру еще тогда. В общем-то, шоу с ребенком было наполнено весельем и эмоциями на популярность проекта крылось в другом. Знаете, в чем? В демонстрации частной жизни участников группы ГАД. И фанаты, попробовав это единожды, теперь хотели еще больше, еще приватнее. Есть мнение, что это и привело к потребности воскресить сосенство среди поклонников в то время. И да, к тому времени в 2000-м подоспели цифровые фотоаппараты. Их популярность привела к появлению таких папарацци, как Капарацци и Бонжепарацци. Это такие репортеры, кто ведет тайную съемку и получает за это компенсацию от государства. Например, Капарацци фотографируют нарушителей правил дорожного движения. Капарацци пристекает из английских слов «папарацци» и «ка» – машина. Эти снимки стали часто попадать в телепрограмму, получили востребованность в интернете. Как, собственно, распространить технологии и тайного фотографирования по чрезвычайному государству? Вот таких людей, наверное, камеры-то и поставили. А реалити-шоу с кумирами побудили в фанатах новые потребности. Привлечь за такие правонарушения фанатов было практически невозможно. Штрафы были слишком маленькие. Все это спровоцировало новую волну сосен-фанатов и очень сильно разнообразило их деятельность. Где-то там, в 2003-м, как раз в разгар сосенства, вот когда дебютировали Тонбанченги, Тевекскю, ДБСК. Что помимо своего ошеломляющего успеха, вошли в историю как группа, известная самыми свихнувшимися сосен-фанатами и Анти. Я уже не раз рассказывала о моих проделках на своих каналах, включая пощечину Ючону, клей-сок для Юнхо. И, кажется, еще никогда не говорила про громкий случай записанного разговора о Ким Джо Джуна, Хиро, с фанаткой, где он сорвался и просто крыл ее матом, проклиная назойливых фанатов, которые сводят его с ума. Да, в погоне за приватными материалами сосен-фанаты стали еще чаще приступать к закону, устраивать тотальную слежку за артистами и их родными, проникать в общежития, салоны, самолеты, туалеты, там и всякие прочие места частной жизни артистов. Ну, блин, ну мне этого не понять, что у них в голове творится. Это, видимо, такая любовь, которая просто, блин, птихиатрия. И хоть по статистике большинство сосен-фанатов это девушки от 13 до 22 лет, среди поклонников встречаются сосен-мужчины. И именно с ними, ребята, связаны самые стрёмные события, как, например, тот случай в Японии с Нами Таймаю. Или сотни угроз жизни, которые получили девочки Эй Пинг в 2017 году со стороны их ревнилого поклонника. Он объяснил, что чувствует себя преданным после того, как девушки в рамках шоу ходили на свидания вслепую со стажерами, которые даже не являются актерами. Ну, мы смотрели, да. Поэтому он позвонил в агентство, чтобы пожаловаться, на что не получил ожидаемых ответов. И, придя в ярость, перешел на угрозы в адрес группы. А также на моем канале совсем недавно вышло видео, посвященное двум самым страшным авариям Супер Джуниор. На самом же деле, ДТПшек у этих ребят было намного больше. И одно из них произошло в Сингапуре в 2011 году. И тык и Хичоль попали в аварию с большим количеством машин из-за того, что их преследовало сразу... Хичоль прям ведет на этот момент, блин, вообще. Плохом смысле? Участники, к счастью, не пострадали. Но позже Хичоль написал в твиттере, что переживает за безопасность поклонников и вообще ему трудно возвращаться в те воспоминания к страшным событиям 2006 года. И если вот все мы сейчас возмущены со сэнд-поклонниками с полным убеждением, что сами мы точно не такие, то вот вам один занятный китс. Когда в 2014 году на четвертой неделе января EXO получили сразу три награды на Soul Music Awards, включая гран-при The Sun. Эксо имя, 축하드립니다. Эксо имя, конечно же, шумно праздновали эту победу. Об этом гремел весь кейпоп-фандом. К примеру, публикация на AllKeyPop с новостью о победе EXO собрала огромное количество внимания просмотров. Но она заняла только второе место по популярности, поскольку на той неделе самой обсуждаемой стала другая тема про EXO. Вот что могло оказаться важнее музыки и такого вообще значимого события, как вы считаете? Я надеюсь, вы готовы. Больше всего тогда обсуждали пост со сэн-фаната EXO, который выставил на продажу якобы нижнее белье до Кёнсу. Недавно украденное из отеля или общежития. Конечно же, возмущений у фанатов предела не было. Учитывая мерзкое содержание со сэн-поста, который предлагал проверить принадлежность своего товара. Именно до Кёнсу через анализ ДНК волос, оставшихся на всех красных трусишках. Господи! Мы привыкли винить сэн-фанатов в озабоченности, в желании совать нос в личную жизнь артиста. В то время как сами, в подавляющем большинстве, предпочитаем скандалы, интриги и расследования из приватной жизни наших кумиров. Именно эти темы, даже больше чем победы, музыка, чаще будоражат умы всех фанатов и захватывают внимание и воображение поклонников больше всего. Это лишний раз подтверждает, что тропинка фаната, вот она слишком вихрясная и может завести в дремучий лес сосенства даже самых прикольных фанатов, вот, знаете, преданных таких, которые готовы ради своего кумира, даже последние штаны сеть. В январе 2019 года Биг Хит обнародовал обновленный черный список поклонников BTS. Это те армии, если их можно так называть, то в будущем больше никогда не сможет посещать концерты и другие мероприятия, а все, кто из них имел официальное членство, тут же его, конечно же, лишились. Многие поклонники в тот момент испытали глубокий шок, потому что в этом списке они обнаружили мы, то есть все любимые фан-сайты, да, авторов, фото и видео, что уже прям легендарными стали, полюбились нам всем. Среди прочих в этом списке оказался и фан-сайт Чонгука, Karate Nuna. Безумно расстроены из-за того, что фан-база Karate Nuna оказалась сосенкой. Может, это недоразумение какое-то? Ну что же вам спокойно не сидится? Личное пространство. Алло, такие хорошие фотки потеряли. Она была такой умничкой. Ходят, кстати, слухи, что Karate Nuna это и есть та сосенка без штанов, о которой я рассказывала в одном из своих видео. По другой версии, то и девушка является другая забаненная фанатка в черном списке и описание причины действительно походит на то. В любом случае, как бы там ни было, дело было в одно и то же время. В январе 2019 года и после бана Karate Nuna, конечно же, закрыла все свои аккаунты и остановила публикации на ютюбе. Среди крайних фан-камов есть и тот, который получил особое внимание. С Golden Disk Awards. Что прошел в начале января, где Чунгук замечает ее с камерой в толпе и сразу же меняется в лице. Его губы даже произносят ее имя. Тангеннуна. Но, несмотря на весь конфуз Чунгука, она продолжает его снимать. В комментариях под видео армия оставили свое недовольство. Бедный Чунгук, они не дают ему уединения. Ему так неловко, когда он вас видит. И это слишком очевидно. На самом деле, это действительно нездоровый способ запечатлеть кого-то, кому явно неудобно. Я рад, что вы попали в черный список. Мы видим, что как только он замечает вас, он расстраивается, напрягается и перестает получать удовольствие. Серьезно, сходите к психиатру, вы больны. Он знает вас, но лишь как к сумасшедшую. И я бы не стал гордиться этим, будь я на вашем месте. Помните Ким Чан Вана? Того самого, благодаря которому появился закон против сталкеров. Хотите узнать, чем это все закончилось? Так вот, сталкера таки наказали. Его даже посадили в тюрьму на год, на один год. И когда этот одержимый фанат вышел на свободу, он снова разыскал Чан Вана и напал на него. Он сломал Ким Чан Вану нос. В 2011 году в законопроект была внесена поправочка о постоянном преследовании. С тех пор в Южной Корее ежегодно принимаются все новые меры для искоренения засен поклонников и отражимых антифанатов. А для артистов... Вот вот такие амбалы должны, да, крутить сразу, чтобы помогать справляться с психологическим стрессом. Вопрос об ужесточении санкций, повышении штрафов и увеличении сроков тюремной спросили Ненормально уже, это вообще же считает. Но популярность кипопа стремится к бесконечности и развивается куда быстрее, чем успевают принимать какие-то меры. И проблема становится все более острой. Количество артистов растет. Сосцены и антифанаты плодятся в геометрической прогрессии. Как и заголовки статей о тревожных расстройствах и приостановки деятельности артистов стали для нас пугающе привычным событием практически на каждый день. Да, вот нашим исполнителям нужно рассказать, что такое хейт. Действительно, и как он, блин... В каких он масштабах в Корее. Да? То есть, это даже не хейт, это вот эта вот безумная любовь, то есть, которую, блин, ну не пожелает никто, собственно, да? Но это жопа на самом деле. Да, если все это начиналось вот так вот красиво, там, из каких-то фан-клубов, которые любили, да? А потом, как мы все это видели, переросло вот в такую вот дичайшую хрень, которая происходит в постей день. И действительно, групп-то дофига, и они с каждым днем все новые и новые группы выходят на этот цвет. И фанаты, да и они, блин, правильно сказал, они плодятся, то есть, их меньше-то не будет. И, блин, новое поколение растет, старое выросло, еще новое там подрастает. Поэтому законы нужно ужесточать по поводу этого, это все правильно, то есть, вплоть до тюремных сроков, чтобы это вот как бы неповадно было. Выгнать из фан-клуба это одно, а вот действительно, человек же на этом не успокоится, он еще больше обозлится и начнет как бы мстить, как это происходит. Охрану увеличивать, вот это самое вот такое вот, охрана, охранник это человек, который охраняет. Он любым способом должен защитить своего клиента, вот, неважно каким, у него есть полномочия, у нас охранники прям с оружием ходят, блин, а тут прям, не знаю, так все мягко, да, то, что там амбал девчонку откинул, это ерунда, их надо жестче с ними, потому что, ну блин, не понимают, если люди, ну вот. Ладно, в любом случае, спасибо за данное видео, спасибо, что советовали его посмотреть, мы практически, да, по-моему, все даже видео, мы с ее канала про Сосен смотрели, вот, видео классное, да, действительно, лайк влепил, все круто. Ладно, всем спасибо, друзья, всем пока.